Всем большой привет! Меня зовут Наталина и сегодня у нас на канале просто вторая серия фильма ужасов про Кайли Скин. У нее теперь не только есть косметика, не только есть кожа лица, но теперь Кайли производит и средства для тела. Что тут скажешь? Молодец, девчонка делает денежки. Итак, в линейке у нас пока три средства. Это вот такой скраб, лосьон для тела и SPF. Должна сказать, что не все из этих продуктов возможно получить в Россию, доставить их в Россию, потому что, например, в вот этом масле для загара на втором месте стоит алкоголь Дина Турат. Это спирт, который может способствовать возгоранию на втором месте. Спирт, как бы ничего страшного. Но потом мы с вами поговорим во второй части видео. Сейчас давайте мы начнем с вами с того, что посмотрим, как я все эти продукты наносила. И потом я уже с вами поделюсь своим мнением по этому выпуску, по этой коллекции. Итак, очень красивые коробочки. У Кайли, Кайли Скин идет именно уход для лица в розовых упаковках, а вот эти все в белом вышли. Но неизменное остается позиционирование, именно вот фирменный стиль, брендинг, все вот это. Выглядит на самом деле очень нежно, очень приятно. У розового цвет достаточно приятный. Ну, такой немножечко поросячий, но все равно красиво. Мне нравится, например, эта эстетика. Должна сказать, что про Кайли Скин уход за лицом у меня крайне просто негативное впечатление, потому что обычно, когда я беру на тест какую-то косметику уходовую для кожи, например, для кожи лица, то я использую минимум 2 недели, а лучше 3-4 и больше. То там мне просто пришлось максимально быстро перестать. Но там была ситуация, знаете, мышки кололись, плакали и кололись, но продолжали жрать кактус. Потому что обзор-то надо было снять. Короче, у меня с кожи был просто пипец. У меня омерзительно кожа отреагировала, мне это абсолютно не подошло. Конечно, мне многие начали писать, что вот у тебя там столько кожных болезней, но как бы, блин, эти болезни лично у меня косметикой провоцируются очень редко. Там это подходит средство только для кожи. Я оставлю, естественно, ссылку внизу на обзор Кайли Скин для лица. Это подходит только для лица, у кого очень плотная кожа, которая вообще вот ее, не знаю, камнем 3 или пемзой 3, и ей ничего не будет, потому что я отнесла в студию, и мы все дружно этим повороли намазать, никому практически не подошло. И в итоге пришлось убрать в шкаф, и оно теперь сидит в шкафу, и я не знаю, что с этим делать. Так, линейка наша с вами посвященная коже тела. Скажу про скраб. И сразу давайте смотреть, будем с вами цены. Вся коллекция sold out уже, то есть все распродано. Вот это все бандлом, то есть комплектом стоило 82 доллара. Скраб стоит отдельно 26 долларов. Лосьон для тела стоит 24 доллара. А SPF, по-моему, отдельно... А, нет, продается за 32 доллара. Вообще, цена достаточно высокая у Кайли. Ну, в принципе, и за декоративную косметику. Но в декоративной косметике у меня есть любимчики, и есть то, что вообще вот просто трэш. Здесь тоже высокая достаточно цена. Я оставлю, естественно, ссылки на все-все-все мои обзоры продукции от Кайли. Внизу можете посмотреть про все, что вас интересует. Ну что, давайте начнем со скраба. У него в составе основной вот эта штучка, вот эти гранулы, которые делают эксфолиацию, скажем так, это сахар. Но состав, насколько я могу судить, вроде бы адекватный. На самом деле, скраб очень приятный к телу. Он не жесткий совершенно, потому что сахар начинает подтаивать, и как-то скраб, вот он, ну, белеет. Я не знаю, что это за реакция. И в нем действительно чувствуется много масла. Я уже несколько дней, кстати, пользуюсь, да, вот этим. Естественно, надо себя ударить. Уже пользуюсь этим несколько дней. В принципе, я скрабами, знаете, зачем пользуюсь? Я особо не верю, что они там много что отшелушивают. Если хотите прям отшелушить мертвую кожу, возьмите мочалку или там рукавичку специально для этого дела. Я люблю иногда пользоваться скрабами перед тем, как нанести автозагар, например. Либо просто, чтобы не мазаться потом кремом, потому что после скраба обычно такая масляная немножко поверхность. На коже остается, и это классное, приятное ощущение, потому что потом выходишь, кожа такая бархатистая. И должна сказать, да, я серьезно хочу это сказать, что мне понравился очень сильно этот скраб, потому что он очень приятно пахнет кокосом. У меня с кокосом, с его ароматом ситуация, любовь, ненависть, потому что я ненавижу все, что связано с запахом кокоса в декоративной косметике. Но когда мы говорим про тело, и когда я понимаю, что это натуральный запах кокоса, там, кокосового масла, то мне это начинает нравиться. Я не знаю, что вот там вот творится, там своя вообще атмосфера, которой я, мне кажется, иногда не имею ничего общего. Скраб мне очень понравился. Он достаточно большой, сколько в нем грамм или миллилитров, не надо писать, да? А, 237 миллилитров, цена, конечно, дорогая. Можно, ну, как многие говорят, сделать себе скраб, пошел он, сахар сыпанул, масло сыпанул, кофе из пятой, да, или, ну, короче, которые уже пили, Глашу бы не ели, короче, которые уже пили, кофе закинули, все, скраб готов. Но я не делаю себе вот эти всякие смеси, мне проще купить. Я люблю тоже кофейный скраб вот эти в пакетах, на самом деле, вот лично мне скрабы все одинаково работают. Напишите, пожалуйста, внизу, если вы когда-нибудь пользовались таким скрабом, который вы намазались, и такие, да, вот ради этого стоило жить. Но мне понравился этот скраб, я с удовольствием его допользую до конца. И не уверена, не уверена, что я буду повторять эту покупку, потому что наверняка есть что-то более приятное по более адекватной цене. Но скраб мне понравился. Лосьон для тела. Он тоже на основе кокоса, у него, причем, по-моему, кокосовое масло, да, на втором месте, то есть у него вода, кокосовое масло. Хелиантус анус. Вы знаете, что такое? Это подсолнух и масло. То есть подсолнух называется хелиантус анус. Изопропил пальметат. Это, по-моему, спирт из пальмы, который делается. Жожоба, глицерин. Ну, масло ши, и это все на высоких местах, поэтому состав вполне себе хороший. Что мне не нравится, вот эта вещь. Вот скажите мне, ребята, вот шанс того, что вы ее не потеряете. Лично для меня он очень низкий, и я просто поставила себе цель реально хотя бы до обзора не потерять вот эту штучку. Мне в бальзамах для тела, в лосьонах, в кремах для тела, которые вот в таком формате выпуска, которые с помпой, это я обожаю. Да, я за это. Но мне больше нравится, когда вы провернули как-то там по-особому, да, и оно типа закрыто, потому что вот это вот быстро теряется, и так вы никуда не сможете это с собой взять. И сейчас я скажу тоже страшную вещь, что мне очень понравился этот лосьон. Потому что у него, во-первых, очень легкая текстура, которая такая вот именно когда вы ее наносите, да, то есть есть ощущение, как будто он будет не очень хорошо увлажнять, и нету такого, что вы наносите прям вот очень что-то жирное, что вы вот вся такая идете в креме, там, в лосьоне. Я, в принципе, люблю такой, потому что у меня очень сухая кожа тела, причем сам по себе он достаточно плотный, то есть он никакой там не водянистый, но у него очень хорошая текстура. Просто я в нее влюблена, честно говоря, она не оставляет никакого сильно липкого слоя, вот ничего такого вообще нет. Тоже аромат кокоса, но не очень сильный, должна сказать. Мне нравится, как оно увлажняет. Здесь тоже 237 миллилитров, и вполне себе хороший состав, и все. Ну, помпа единственное, что нужно прикладывать прям усилие, чтобы нажать, но в целом продукт прям, мне кажется, неплохой получился. Я не пользуюсь сейчас прям именно маслами для тела, я вот предпочитаю какие-то такие лосьоны, молочко для тела, что-то такое средней насыщенности, да. И мне тоже вот эта штучка прям понравилась, то есть мне прям зашло. Конечно, я такими скрабами пользуюсь, ну не знаю, раза два, наверное, в неделю. Бальзамом я пользуюсь каждый день, и мне пока прям нравится, прям удивила. Кайли, это мне кажется, она извиняется просто за предыдущую коллекцию, которая была для лица. Так, а вот теперь мы подбираемся к тому, что не очень приятное. Это масло SPF, санскрин, с SPF 30. Активные ингредиенты здесь авобензон, хомосалат, октокрилен и оцитосалат. Короче, сплошной какой-то салат. Меня здесь очень сильно смущает состав. Я, конечно, не дерматолог, я в составах, там, знаете, вот так вот, ну, просто все не читаю, не разбираюсь. Но когда здесь на просто втором месте находится алкоголь денатурат, спирт денатурированный, я почитала сегодня, который является спиртом, который разрушает пептиды вот эти, которые находятся на коже, и, ну, убирает, как бы, липидный слой из кожи, таким образом он ее подсушивает. Я не хочу такого. Зачем? За что ты с нами это все делаешь? На первом месте здесь каприлик триглицерид, дальше какой-то алкилбензуат, и дальше там пошло всякое тоже непонятное. Здесь есть и пальмовое масло, и масло ши, масло киви, но это все вот очень на низких местах. Я не знаю, зачем здесь на втором месте этот спирт, потому что обычно спирты, они находятся где-то в конце, потому что, как правило, они служат консервантами, которые убивают всяческие бактерии, которые туда пролезть могут. Ну, то есть вы мажетесь фактически алкоголем, ну, не алкоголем, спиртом. Поэтому как-то для меня это очень странно. Я не уверена, что мне хочется прям постоянно этим пользоваться. Я намазалась буквально, знаете, вот ради теста пару раз. Я не могу оценить его свойства именно в качестве SPF фильтра, потому что пока у нас плюс 15 на улице, и как бы отдыхать я поеду явно когда-то не очень скоро. Поэтому я его думаю, что я возьму с собой. Я потому что очень люблю сухие масла для загара, и очень люблю спреи для загара, потому что я ненавижу ощущения, когда вы, например, мажете ноги, и у вас на ногах есть чуть-чуть песок, и у вас вот этот вот естественный скраб. Я хочу просто убивать, когда у меня есть это ощущение. Ааа, нет, 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 пожалуйста, за что я не хочу? Ужасно, поэтому на ноги я люблю вот именно попшикать. Но у меня есть SPF, мне его прислали на обзор. Вот такой спрей от Биодерма, Биодерма, не знаю, наверное, Биодерма, потому что это французский бренд. Вот такой еще есть спрей. Мне они его прислали на обзор. Я так хочу на море! Прям, ааа, прям аж Костя ломит, как хочу на море. И вы знаете просто в чем прикол? То, что вот здесь, в этом спреи, оказалось, что алкоголь Динатурада вообще на первом месте. Печаль, беда! Но зато он вот так вот удобно закрывается, и это тоже что-то типа масла. Вот это вообще суперудобный формат выпуска. Короче, надо все пробовать, тестировать. Ну, здесь вроде как-то, не знаю, вроде все нормально. Блин, вообще Биодерма это же аптечная марка, то есть, может быть, этот алкоголь, это все с ним нормально. Ну, и у меня здесь есть SPF 50 для лица, но я предпочитаю пользоваться от VitaBrit вот таким вот кремом, тоже SPF 50. И это физический именно санскрин, то есть, он там ни в кровь, никуда не проникает. И его хорошо использовать либо под косметику, которая тоже содержит в себе SPF, либо просто вот на голое лицо, ну, то есть, на отдыхе совершенно спокойно взяли, намазались и все, и не постарели. Поэтому, короче говоря, вот это требует дальнейшего тестирования, но когда оно произойдет, я не могу сказать. В любом случае, в Россию заказать это нельзя. А именно SPF, и у меня была просто паническая атака, потому что я зашла, короче, положила в корзину и пытаюсь оформить. Он мне говорит, нельзя доставить вашу страну. Ну, я такая, все, Кайля, типа, кого ты нас оставила, перестала отправлять в Россию, боже мой. Но потом я поняла, что это именно из SPF, когда попробовала другие продукты положить в корзину. Ну, на самом деле, я отправила на посредника, посредник там, ну, не почекал, видимо, это все. Никому не рассказывайте об этом. И, в общем-то, и вот мы здесь, как говорится. Честно скажу, что, наверное, это не те продукты, которые я бы вам рекомендовала бы прямо заморочиться и прям заказать. Потому что это, ну, прям очень базовые. Прям, ну, вот скраб, ну, реально смешайте масло, сахар, кофе, лосьон, любой другой. Вот за эту сумму, за 24 доллара, это сколько? Где-то 1300, наверное, да, чуть побольше, наверное. Вы себе точно купите что-нибудь не хуже. Очень много всяких хороших брендов. И лично на мне все работает примерно одинаково. Хоть ты супер такой этот жирный обычный крем не вея мажешь, что там супер дорогое, что-то для тела там а-ля Ламер, разницы особо я не замечаю. Поэтому я бы особо вам не рекомендовала заморачиваться вот этим всем. У Кайли есть другие продукты, именно там в косметике, да, которые намного интереснее, которые намного лучше, как мне кажется, используют и репрезентуют бренд. В общем-то, я удивлена, что эта линейка не стала таким трэшем, как линейка именно косметики для лица. Спасибо на этом, Кайли, спасибо, что ты прислушалась и сделала что-то нормальное. Вот. Я удивлена, приятно, и буду с удовольствием продолжать вот этим пользоваться. Ребята, напишите, пожалуйста, внизу, что вы думаете по этому поводу. Думали вы что-то купить из этой линейки, может быть, вы уже что-то купили, уже что-то попробовали. Мне будет это очень интересно почитать. И также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, и мы с вами скоро увидимся. До встречи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok